Всем привет! Мои зрители знают, что в этом году я успешно вырастил фиолетовую картошку. А вот как выглядит она на разрезе, я пока еще не показывал. И кроме того, мне интересно выяснить, как же будет выглядеть и какой на вкус фиолетовый картофель фри. Именно этим мы сегодня и займемся. Для этого нам понадобится пузырь какого-нибудь масла и, конечно же, наша фиолетовая картоха. Масло нагревается долго и нам надо, чтобы оно было нагрето очень сильно. Поэтому перед тем, как почистить и порезать картошку, лучше сразу включить сковороду с маслом. Выливаем туда пузырь и врубаем на полную мощность. Теперь закрываем крышку и можно чистить картошку. Такая синенькая, прикольная картошка. Так, теперь чистим картошку. Вот как это выглядит у нас. Вот так вот выглядит очищенная фиолетовая картошка. Сверху она не особо та, я смотрю, и фиолетовая. Вот столько картошки у меня получилось. На такую сковороду, может, можно было бы еще чуть-чуть побольше. Но, судя по тому, что там вода уже периодически шипит, я так понимаю, что она уже разогрелась. Поэтому я не стал более мелкие клубни чистить. А вообще, конечно, для приготовления картофеля фиолетовая, надо брать более-менее одинаковые и можно даже побольше клубни. Короче говоря, теперь надо нашу картошку нарезать более-менее одинаково. Вот, как видим, сверху белый ободок, а внутри она фиолетовая. Вот так она выглядит. Так, ну где-нибудь, наверное, ну вот такими кусками я ее буду резать. Я слышал, что перед приготовлением ее лучше заморозить, картошку, если мы фри делаем. Но на самом деле и так все нормально получается. Она не высыхает, получается корочка сверху, а внутри она у нас готовая. Вот столько картошки у меня получилось. На самом деле в самый раз для моей сковороды. Не все, конечно, куски идеального размера. Где-то есть больше, где-то меньше. Но особо ничего страшного в этом нет. Теперь надо проверить, готово ли наше масло для того, чтобы выложить в него картошку. Сделать это довольно просто. Во-первых, я смотрю, здесь уже пар идет, значит оно более чем закипело. Но если вы не уверены, надо просто воткнуть в него картошку. Вот, если при втыкании она сразу начинает кипеть, значит масло готово. И теперь самое сложное. Надо как-то все это пересыпать в сковороду и при этом не заорать матом. Попробую это сделать. Для этого рекомендуется картошку предварительно салфеткой обсушить. Но я сейчас прям вот так вот ревык и не сушу салфеткой. И, кстати, сейчас крышку закрывать нельзя. Надо, чтобы сначала выпитала вся вода. После этого можно будет уже закрывать крышку. Теперь равномерно надо распределить картошку. И пару раз надо будет аккуратненько перемешать. Самое главное так перемешать, чтобы не сломать картошку. Ну, собственно, когда она вот так немного кипит, уже можно закрывать крышкой. Немножко помешаю. Жарится она довольно долго, несмотря на высокую температуру масла. Так что придется подождать. Да, жарит надо на максимальном огне. По крайней мере, вот на такой плитке, как у меня. На индукции, не знаю. Теперь закрываем крышкой. И можно посидеть, что-нибудь поделать. В картохе фри самый главный прикол в корочке. И пока она не образовалась, снимать ее не надо. Прошло уже не знаю сколько. Минут 10 точно, может даже 20. Пока еще корочки нет. Все, картошка готова. Такой золотистой корочки, как на обычной картошке, здесь не получилось. Но если ее держать дальше, она уже высохнет. Потому что внутри она уже готова. И корочка тут у нас образовалась. Поэтому сейчас я ее буду вытаскивать. Для того, чтобы меньше попало масла, я ее не просто сливаю сюда. А вот так вот вытаскиваю с помощью лопатки, короче. Потому что если просто слить, то там будет много масла внизу. И потом ведь это масло можно же, хоть это и не рекомендуется, но в принципе уже можно использовать для жарки других каких-нибудь блюд. Картошку лучше на нем повторно не жарить. А вот что-нибудь другое можно. Ну, в идеале, конечно, это масло лучше вылить и не использовать. Вообще, я думал, что при жарке она изменит цвет. Потому что при варке она становилась менее фиолетовая и более синяя. И тут она вроде бы чуть-чуть изменилась, но, по-моему, не так сильно. Так, ну и теперь надо, конечно же, насыпать соли. Хорошо от души перемешать. И подождать, пока стечет масло и картошка немножко остынет. Посмотрим, достаточно ли соли. Я бы так не сказал. А я люблю более соленую картошку. Вот как она выглядит. Наша прекрасная фиолетовая картоха. Не уверен, что там свет точно передается. Но будем надеяться, что более-менее точно. Ну что, прошло немного времени. Не стал я ждать полного прям стекания всего масла. Потому что мне охота есть. Что можно скалать? Вполне себе обычная картошка фри. Только необычного цвета. С хорошей корочкой. И при этом внутри она мягкая и нежная. Ну, например, возьмем вот такую вот картошечку. Вот он. Вот она корочка. И внутри у нас нежная, невысушенная, мягкая картошка. Поэтому я не знаю, зачем ее замораживать перед тем, как готовить. Но есть тут какой-то, не знаю, привкус сырой картошки как будто. Небольшой или крахмала. Да, наверное, привкус крахмала. Хотя она полностью готова. Наверное, все-таки, все-таки обычная картошка фри. Она более вкусная, да. Есть можно, но не супер. Я делал картошку фри и повкуснее. А вот цвет прикольный и обычный. Я вообще-то люблю картошку фри с горчичным соусом. Но сейчас мне лень его готовить. Поэтому я взял вот такой обычный соус. Он тоже вкусный. И с ним уже получше. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик. А с вами был Николай Пименов на канале Практический Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай. И смотрите. Так, вот так. Вот. Вот. Мягенькая, клевая картошечка. Клевая картошечка. Продолжение следует...